Всем доброе утро! У нас сборы. Я заплетаю мусички, косички, косички. А младшенька играет с куклочкой. Как умеет, так и играет. Отправила старшую школу, и вроде бы малышка заснула. Я достаю свой волшебный коврик и буду заниматься. С похудением всё очень-очень грустно у меня обстоит. Вместо того, чтобы похудеть за эти две недели, я ещё набрала 2 килограмма. Это ужасно. Девчонки, мальчишки, и одна мысль о том, что нужно садиться на диету, что нужно себя контролировать, пить воду, приводит вообще меня к тому, что я начинаю, ну, просто у меня срыв, я неконтролируемо передаю печенье, молоко, хлеб. Причём таких углеводов хочется, которые, ну, сладости. Сладости и просто хлеба нормального. Я там не хочу. У меня полный холодильник фруктов, у меня полный холодильник нормальных стульных овощей, мясо курицы, но я не могу даже на это смотреть. Мне хочется именно орешки, запасы, но я хочу съесть хлеба. Ну, это, короче, какой-то кошмар. Из хорошего, из плюсов, вчера были у врача, дочка растёт. Очень быстро, как бы, набирает и вес, хорошо, здоровая. Очень сильно выросла в длину за этот месяц. Из минусов, что и я тоже набираю. Ну, в общем, я не знаю, это какой-то кошмар. Вот, ну, в любом случае, сейчас она вот пока заснула, использую время. Делаю упражнения, хотя у меня какие-то от лишнего веса начались боли в суставах. Вот после этой беременности вообще очень сильно это всё чувствую. Ну, ладно, в общем, у меня опускаются руки, но я всё равно выделяю каждый день время на то, чтобы... Не могу полноценную тренировку сделать, там, на 40 минут, на час, потому что, ну, малая никогда так не спит долго. Но как только где-то какая-то минутка, вот, хорошо, на 5 минут, на 10, там, минуту, какую-то тренировочку делаю, или просто даже сесть, там, со старшей малой, с Женькой, заваливаемся на пол, делаем упражнения на ноги. Вот, ну, сейчас, короче, не буду болтать, пока она спит, лучше буду пресс качать. Вот, включила себе вот эту P4P, ну, они там самые простые, самые быстрые. Да, ещё мне чем нравится, тут просто такой жёсткий голос и счёт. Вот, сейчас включу, послушайте. Раз, два, раз, раз, два. В общем, без всяких расчусюкований, чисто упражнение, раз, два, раз, два в темпе, под такую музыку чёткую. Поэтому особенно тут как-то не расслабишься, быстренько делаешь, делаешь, делаешь. Ну, всё, я побежала делать. Привет, мальчишечки и девчоночки. У нас среда, 15 марта. Еду я на рынок с колясочкой, сто лет там не была на рынке. Хочу посмотреть вообще, что там и как новенькое может быть. Смотрите, рынок сегодня заканчивается здесь. А вообще обычно он идёт по всей этой улице и до самого моря. Сегодня забастовка какая-то оказалась. Я, как всегда, как выбралась, пока выбралась. И никого нету, ни одного знакомого лица. Только увидела этих знакомых ребят, которые продают орешки и всякие крупы, бобовые. Вот купила у них, закупилась. Потом дома покажу. О, у меня список. Вот, хотела много чего купить, но, к сожалению, хотела тут тапочки себе с малой купить, чтобы не тащиться никуда в город. И никого нету сегодня. Я уже дома. Сегодня на рынке было очень мало продавцов. И поэтому я не купила, что хотела. Но, в общем, всё равно сходила в магазин, на рынке тоже купила. Вот это я взяла на рынке. Здесь у меня вот эти маленькие фасольки. Мне очень понравились. Я уже несколько раз их подряд беру. Они очень быстро готовятся. Их замачиваешь, очень быстро готовятся. Потом вот такой чищенный миндаль я взяла немножко. И риса интеграли. То есть это рис, какой-то там биорис. В общем, коричневый что ли, неочищенный. Я не могу понять. Не знаю, что это такое. Никогда не брала. Вот он такой немножко зельноватый, там коричневатый, я вижу. Будем смотреть, что с ним готовить. Не знаю. В общем, ну это я типа так перехожу на правильное питание. Хотя толку пока с этого маловато. У меня вес только прибавляется. С утра у меня было плюс два. Сейчас я взвесилась. Хотя я кушала несколько раз, много пила. Сейчас у меня плюс кило четыреста. Я не знаю. Или это отеки. Ну, скорее всего, это не отеки, конечно, а печеньки. Так, вот это наши печеньки я взяла на завтрак нашему мужу моему. Хотя кого я обманываю, затопчем мы их больше всего с Женькой. Он их там увидит три штучки, короче. А так с Женей, в общем, в чем у меня причина моего поправления? Мы вечером с Женей заладили пить чай или молоко с печеньками. Я когда сегодня утром увидела прибавку, я сказала, все, больше я после ужина ни кружки в рот не возьму. Так, и сладости еще взяла этот фонденте шоколад, горький шоколад. Терпеть его ненавижу. Но чтобы не брать сладкий, я знаю, что этого много не съем, я взяла этот вот горький шоколад. И взяла еще эти вот хлебцы с шоколадом. Это Женьки на мерендину в школу. Тоже главное, руку сюда не запустить и не поесть их за день вместо... Ну, вот мы с ней с Женькой можем. Ой, я одну возьму, и я тоже одну возьму, и я и вторую возьму, и третью. И как-то раз, раз, раз. Вот, и потом удивляешься, откуда килограммы берутся. Так, взяла сельдерей. Это у меня такой рис... Это такой сыр называется скаморца. Женька его очень любит, но понятно, что мы все, вот, общем, потиху. Подгузники на этот раз кико. В прошлый раз мы какие-то брали итальянские, очень мне понравились. Потом их разобрали, как-то тоже все разобрались, что они хорошие. Их быстро разбирают, эти итальянские панетти, по-моему. И их не было, мы взяли памперс. Памперс на высоте, все замечательно. Они меньше всех остальных, они тоненькие, узенькие, и отлично впитывают, меня устраивают. Аллергию малой нету, все хорошо. Но сейчас я взяла вот опять с кико. Вот, и потом взяла масло. Вот это бурро, это масло. Бананчики, клубнички, кукуруза. И вот такие вот бараночки, это тарали называется. Но они вроде бы сладкие. В общем, чтобы не брать, не жрать булок. Ну, да, кого я обманываю, в общем. Это тоже сладкое, да. Да, 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 вы все видите, почему я не могу бы худеть. И вот это я взяла Женьке на танцы. Да, ты сегодня ее оденешь. Как раз Женька пришла, сказала, что крутая. Вот такой ей свитшотик. Ну, это костюм написано, вот, I love you. И вот к нему шли вот такие спортивные штанишки. Ой, какая-то шучка. Можно сказать качество? Сейчас я допишу, можно? Значит, тоже написано I love you. Видите, как тут одинаково. Ну, в общем, обычные спортивные штаны. Совершенно какой-то, не знаю, какой трикотаж. Состав, он китайский, гонг, хонг, мейденчина. Размер на 12 лет. Но моя, по ихним размерам, как бы, Женька моя, на 12 лет. Хотя еще 10 лет. Вот. Почему брала такие, мне их будет не жалко. Потому что она вечно на коленках лазит по дому. Играет, когда с детьми, с племянником или с малой. Лазит на коленках. На танцах этих тоже, лишь бы как лазит, когда танцует. Вечно штаны только купили полуспортивные, хорошие, дорогие. Уже полазила на коленках и вытерла все, их повыдирала. Нет, пока. Вот, поэтому взяла такое. В общем, сколько относится, только и слава Богу. Я сегодня это надела. Да, сегодня она уже хочет их попробовать на танцы. Вот такие у меня сегодня покупочки. Все, Женька заценила костюмец. Очень даже хорошо сел. Покажи, Жень, вот так. Он очень легкий, потому что там ткань тонкая, не будет так жарко. Ну, отлично. В полестре хорошо, что холодно. Палестре? Палестре это спортивный зал. Да, в спортивном зале у нас там прохладненько, поэтому я не буду мокрее. Да, так что сегодня Женька идет танцевать в этом наряде, а то у нас... Я сама украла, если часа. Жарко тебе, да? Да. Ну, хорошо. Хорошко. Все, пошли обедать. Приятного аппетита нам. И у нас уже наступил следующий день, четверг, и вообще как-то летят так быстро эти дни, и малышка требует внимания, как-то не хочет, не хочет сама гулять, поэтому приходится проводить с ней все время. Я чего-то никак в свой влог не допишу никакой. Сегодня она никак вообще спать не собирается одна, только или с сиськой во рту, или вообще не спать. Вот, хныкать на руках. Поэтому я еще даже с утра сегодня не смогла позаниматься, уже 11 часов, и, ну, я так уже с ней на руках приготовила обед заранее. И сейчас буду заниматься, и она сама тоже будет со мной лежать на своем коврике. Попробуем так, посмотрим, что из этого получится. Ку-ку! Будем вместе заниматься сейчас, да? Ку-ку! Ку-ку! Так, включаем тренечку, тренечку. Опять сегодня включу вот это вот для пресса. И потом посмотрим на ее поведение. Если она мне даст, то мы сделаем еще на ее прессе. Это внутри, или снаружи. Проходим назад делаем это, что внутри мне понравилось. Ну, работайте, не хныкать! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...